Молодые семьи Верхневолжья получат в 2022 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Такое решение было принято на заседании правительства Тверской области, где прекрасно понимают, без закрепления молодежи с детьми на местах невозможно говорить об успешном развитии муниципалитетов. За последние пять лет в Тверской области государственные субсидии для улучшения жилищных условий воспользовались 873 молодые семьи. Причем в них после приобретения нового дома или квартиры родилось еще 52 ребенка. Планируется, что в текущем году такую же форму поддержки получат еще 164 семьи, 44 из которых многодетные. Напомним, что жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотеки или займа, в том числе и на строительство дома. Сегодня поставили задачу по увеличению объемов финансирования не только из федерального бюджета, но и из регионального бюджета. И важно, чтобы не снижалось ежегодное количество семей, которые улучшают свои жилищные условия. На очереди находятся более 500 семей, в том числе и многодетных. Социальные выплаты в текущем году будут направлены в 32 муниципалитета. В том числе 14 семьям из Удомлевского городского округа, 13 из Твери, 11 из Лихославльского муниципального округа и Калянинского района, 10 из Ржева, а также 7 семьям из Торопецкого района. Кроме того, решен вопрос о предоставлении дополнительных выплат молодым семьям участникам программы. Их выдают родителям, если в течение года после получения основного жилищного сертификата у них родился или был усыновлен еще один ребенок. Причем в нынешнем году сумма увеличена в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья. Мы понимаем, что молодая семья, если имеет жилищные условия, то она закрепляется на территории. Если же не соответствует жилищным условиям, то это очень непросто, в том числе и для муниципалитета, удержать молодежь. И мы понимаем, что развить потенциал региона без молодежи будет очень сложно. Дополнительные социальные выплаты могут быть направлены на погашение части кредита, либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья. В этом году их получат 4 семьи из Твери, Конаковского и Торопецкого районов, а также Лихославльского муниципального округа. Кроме того, губернатор поставил задачу до 1 февраля разработать дополнительные меры поддержки молодежи, которая хочет жить, работать и расти детей в родном регионе.